Наши бабушки и прабабушки были настоящими модницами. Подтверждением этому служит выставка «Время и мода», которая действует в музее «Дом ателье Левчака». Здесь вниманию посетителей представлена целая коллекция модной одежды 30-х-50-х годов прошлого столетия, когда страна переживала очень сложные времена. Но женщины всегда старались выглядеть красиво, шли в ногу со временем, умело используя подручные материалы. На выручку мог прийти, например, белый воротничок, который сейчас вновь стал актуальным. Скажем, это и очень интересные кружевные воротники, и воротнички, скажем, из хлопка, который вышивали в технике решилье. А потом в 50-е годы это капроновые воротнички. А если у тебя есть, например, суровые нитки номер 10 и крючок, то, конечно же, вот такой потрясающий, как на манекене воротник, манто, мог украсить любое платье. В экспозиции есть несколько нарядных комплектов одежды, которые передала в фонды музея-заповедника «Родина Ленина» куратор выставки Наталья Зубкова. Когда-то они принадлежали ее бабушке, потом долгое время бережно хранила в своем шкафу ее мама. Теперь они заняли достойное место в музее. Я знала, что бабушка была рукодельницей, у нее была швейная машинка, она шила, вязала всю жизнь. Но почему так хранились эти вещи, на самом деле они были очень дорогими. И мама рассказывала, что когда она была маленькой, и она спрашивает в универмаге, мама, почему ты покупаешь 20 сантиметров этой ткани, почему так мало? Да потому что, чтобы обновить гардероб, имеющий пиджак, можно было сшить не целую блузку, а всего лишь манишку. Красную манишку из того самого куска ткани в 20 сантиметров мы тоже можем увидеть на выставке. Копленная ткань пошла только на ее переднюю часть, а спинка сшита из парашютной ткани. Оказывается, дед Наталья Львовна Кузьма Иванович Шубин в 50-е и 60-е годы возглавлял в Ульяновске ШВЛП. Изношенные парашюты списывались, и их использовали уже жены летчиков для нарядов. Белое выпускное платье из парашютной ткани было сшито для юной Наташи, когда она закончила 8 классов. Кстати, шелковые ткани в годы Великой Отечественной войны запрещалось использовать в бытовых нуждах, поскольку шелк был стратегическим сырьем, и из него шили парашюты. На выставке можно увидеть платье из крепдышина – одно из самых распространенных шелковых тканей в СССР и России, начиная с 1952 года. После военное время крепдышин стал очень популярен в нашей стране, поскольку в южных республиках разводили активно тутовник, там тут и вышел капряда, бабочку, из кокона которого и делается этот шелк. 600 коконов нужно для того, чтобы изготовить блузку. И крепдышин очень любили. Мода отражала изменения исторических событий. СССР стал первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику, заключив в 1950 году договор о сотрудничестве. В СССР хлынули качественные товары из Китая. Некоторые из них впервые экспонируются, в том числе китайский халат нежных постельных цветов. Основные экспонаты выставки дополняют аксессуары, подборка фотографий, модные журналы, инструменты для шитья.